Друзья, привет! Сегодня с вами говорим про профилактику онкологии. Вы на канале 30+. Я медицинский инфрациолог-психолог. И сегодня говорим про профилактику онкологии. Могу сказать, что в раковых клетках в 10 раз больше рецепторов к глюкозе и инсулине, чем в обычных клетках. Это означает, что они в 10 раз более восприимчивы к негативному воздействию глюкозы. И вот в чем дело. К настоящему времени мы знаем, что действительно голодание чрезвычайно эффективно, когда дело доходит до определения того, как клетка использует энергию. И могу сказать, что у нас у всех есть нормальные, аномальные клетки. Это не значит, что нужно сидеть на какой-то суперограничительной диете. У нас у всех есть плохие клетки. Но фишка в том здесь, как вы с ними справляетесь. По сути, голодание может помочь нормальные клетки и вытеснить, грубо говоря, ваши старые. Но фишка здесь в чем? В простом. На каком топливе вы едете? На инсулиновом или на кето? Давайте действительно взглянем на то, чем раковые клетки отличаются от обычных. И при этом мы точно поймем, почему голодание оказывает глубокое влияние на лечение онкологии. В чем дело? Раковые клетки могут использовать аэробный метаболизм. И это достаточно серьезная вещь, которая влияет на все-все ваше состояние. И если мы с вами говорим про профилактику онкологии, то во многих-многих, ну вы знаете, даже в учебниках по биохимии и других учебников обнаруживают, что есть экспрессия определенных генов. И если наше тело не справляется, то начинается неприятная такая симптоматика. И вы когда-нибудь задумывались, почему с онкологией трудно бороться? Потому что рак действительно хорошо справляется с захватом нашей иммунной системы и делает ее такой, что на него все еще очень трудно воздействовать. И про действительно периодическое уголодание, про питание я оставляла ссылки в своем блоге и говорила, какие продукты можно включать и что нужно исключать для того, чтобы вы себя комфортно чувствовали. И если у вас постоянно высокий сахар, это то, что дает максимально-максимально разрастаться вашим клеткам. Про периодическое голодание, про питание, про состояние очень многие пишут вопросы, я снимаю для вас эти ролики. Если вам полезно, пожалуйста, пожалуйста, пишите.